Привет, друзья! С вами канал Maros Life. Сегодня на календаре уже 12 апреля. Первый день в Чехии без чрезвычайного положения. Ну, такой, в кавычках, можно сказать, первый день. На самом деле, ничего, по сути, не поменялось. Конечно, есть обмена ограничений разных. Об этом сегодня и поговорим. Первой новостью, которую я хотел с вами поделиться, это у нас в Чехии уже новый министр здравоохранения. Да, ребят, опять поменяли министра. Как говорят, на переправе наши идеи не меняют, но в Чехии это не тот случай. Женера третий или четвертый министр, я уже сейчас сбился с счета, но это не важно. Короче, новый министр Петр Арнбергер сказал всем журналистам и всей общественности, забудьте о собаке. Собака это имеется в виду противоэпилемическая система ПЭС. Так что будут новые меры, будет все по-новому. Как они будут выходить из этого, так сказать, ЧП, будем наблюдать, смотреть. А сегодня я вам проговорю тот список ограничений, которые уже сняли. Итак, ребят, первое ограничение, как и раньше говорил, это отмена комендантского часа. То есть никаких запретов, можно выходить, гулять, ходить в любое время, ночью, днем, утром, в обед, без разницы. Если раньше был комендантский час до 9 вечера, то сейчас уже нет этих ограничений. Так что гуляйте, ходите и так дальше. Следующее ограничение, снимается запрет на поездки между округами, так сказать, окрасами. То есть раньше можно было находиться только в своем регионе, в своей деревушке, в своем городе. Сейчас уже можно ездить, как хотите, можно ездить по Чехии с целью туризма. Так что планируйте, выбирайте хорошую погоду, покупайте билеты по Чехии, все возможно за границей. Тоже можно, если придерживаться определенных правил, но опять же, там нужно это тщательно изучать, как вернуться обратно, как поехать в ту или иную страну. Это уже на свой страх и риск, так что изучайте. По Чехии вопросов никаких нет. Следующее ограничение, которое уже убрали, это отменяется запрет на посещение друзей или родственников без уважительной причины. Да, было такое ограничение, якобы нельзя было, конечно же, не ходить к своим друзьям, посещать родственников, только там с определенными причинами. Но сейчас уже это убрали, слава богу. Так что, ну я вам так скажу честно, никто его не придерживался, все на тихушку ходили, как правило, ну это так, для галочки все было сделано. Вот, дальше ограничения, которые убрали, это открываются магазины с детской одеждой, с детской обувью, канцтовары, автозапчасти и так дальше. Так что, ребят, детям можно затариваться всеми канцтоварами, альбомами, ручками, бумажками разными там и всем чем угодно. Быстро покупаем обувачку, одевачку. Я вам скажу честно, мы этим не страдали, мы все онлайн покупали, заказывали. Но не все люди могут делать онлайн покупки, кому-то нужно примерить, кому-то нужно одеться, посмотреть, как это будет выглядеть. Поэтому все начинает работать, можно смело идти по магазинам. Но для взрослых магазины пока закрыты, пока остается это ограничение закрытым. Остальные же магазины для детей все открыты. Следующий пункт, это открываются фермерские рынки, но правда с ограничениями. То есть ограничения будут действовать такие же, как и в магазинах. То есть друг от друга расстояние должно быть минимум 2 метра, плюс 1 человек на 15 квадратных метров. Ну то есть такие правила. На самом деле, как практика показывает, никто этого не придерживается. Раньше там мерили в магазинах возыками, кошеками. То я не знаю, как на улице фермерские рынки можно мерить людей этих. Ну а там посмотрим. Один из интересных пунктов, ну это лично для нас, конечно, это возобновляет работу зоопарки и ботанические сады. Но опять же, есть свои здесь ограничения. Только павильоны на свежем воздухе и только 20% посещаемости. Тоже не знаю, как это, честно, будет на практике выглядеть. Но уже хорошо, что все потихоньку оживает. Поэтому можно приехать спокойно в ту же Прагу, либо там в Пилзань. И так сказать, сходить погулять в зоопарк, ботанический сад, подышать воздухом, посмотреть на животных. И животным будет веселее, и людям будет веселее. Короче, все слабо восстанавливается. Дальше такой пункт, ну не знаю, кому-то еще он важен, кому-то не важен. Открываются библиотеки. Мы, честно, не любители почитать, не ходим по библиотекам. Но опять же, открывается все это тоже с определенными ограничениями. Дальше переходим к более важному пункту. Это школы. Возобновляются занятия в школе уже с сегодняшнего дня. Первая группа, это первые и пятые классы. Но опять же, в режиме чередования через неделю. То есть, неделю один класс, допустим, сидит дома целую неделю, занимается дистанционно. Второй класс учится в школе. Так что наш ребенок, вот скажу вам честно, вот эту неделю сидит сейчас дома. С 19 апреля уже за следующей неделе пойдет в школу. Но есть условия посещения школы. А именно, это регулярные тестирования. Тестирование на антигенные тесты, на отрицательные тесты, чтобы они были на коронавирус. Это там такой щадящий мазочек с кончика носа. Первый и третий класс может это все делать с помощью родителей. Старшие уже классы, то есть четвертый и пятый, там уже будут все делать это сами. Ну, опять же, там ничего сложного нет. Делается это все по понедельникам и четвергам. То есть, это такие важные моменты. Как будет проходить, будем, опять же, следить, смотреть. Обязательное ношение, опять же, в школе хирургических масок. Ну, а дома, кто же сидит же на дистанционке, естественно, тут уже все снимается. Свобода, потому что это дома. Следующий пункт это возобновление детсадов. Но, опять же, есть свои моменты. Здесь только для тех детей, которые будут идти в школу. Предшкола, как их называют в Чехии. Вот, то есть, они будут ходить в садик. Можно ходить без масок, там все свободно, потому что детки маленькие. Остальные же сидят пока еще дома. Ну, а остальные ограничения, в том числе и маски на улице, респираторы в магазинах, в автобусах, в аптеках и других учреждениях, остаются и продолжают действовать. Поэтому, ребят, по сути, ничего там такого не поменялось. Некоторые, конечно, ограничения снимаются. И надеюсь, что все дальше и дальше будет попускаться. Ну, в зависимости, конечно, от этой эпидемиологической ситуации, от этих заражений. Сколько людей будет приходить с каждым днем зараженных. Больше, меньше и так дальше. Для иностранцев скажу, что въезд в Чехию такой же, как и был, остается. Ограничений, по сути, никаких нет. То есть, можно въезжать, но с определенными правилами. Обязательно изучайте эти правила. Кто не смотрел это видео, посмотрите. Вот здесь я об этом всем полностью рассказывал. Поэтому эти правила действуют. Ну, а общую информацию вы можете, опять же, изучать и смотреть на сайте Министерства внутренних дел. Там более правильная, актуальная информация. Там все изменения, все законы. Все полностью это меняется. Так что переходите туда. Ссылочку обязательно оставлю под видео. И там все сможете изучить. Вот такие, друзья, изменения. Вот такие вот ограничения, которые уже потихоньку снимаются в Чехии. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Поэтому поддерживаем это видео самими лайками. Чтобы больше зрителей увидело этот видосик. Ну, и пишите свое мнение в комментариях. Также не забудьте поделиться этим видео с вашими друзьями. У меня все. Увидимся в следующих выпусках. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.